Больше 20 человек госпитализировали в Махачкале с признаками пищевого отравления. В основном это дети, сообщает Минздрав Дагестана. По словам медиков, состояние пациентов оценивается как легкая и средняя тяжесть. Причины отравления выясняются с места события Абдурахим Белалов Даганай. Ему слово. Это уже четвертое массовое отравление в Дагестане с начала 2021 года. На этот раз уже порядка 50 человек госпитализировано в Махачкале с признаками отравления. Больше половины из них дети, об этом сообщает Следственный комитет по республике Дагестан. Они уже возбудили уголовное дело по этому случаю. По данным следствия, 6 и 7 марта в республиканский кожно-венерологический диспансер поступили 49 человек, в том числе 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана медицинская помощь. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан по сообщению в распространенном в средствах массовой информации об отравлении детей в городе Махачкале возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации по оказанию услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По поручению руководителя Следственного управления СК России по республике Дагестан Анатолия Шурова для организации расследования уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. В свою очередь Минздрав Дагестана сообщает, за минувшие сутки госпитализировано свыше 20 человек. Состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести. Тяжелых случаев нет, говорят врачи. Все пациенты отмечают общую клиническую картину. Это в частности повышение температуры, диарея, боли в животе. Наибольшее число заболевших отмечено в Кировском районе города Махачкал. На этих выходных в диспансер поступил и внук Хаджимурада Набиева. Ребенку стало плохо после кисломолочного продукта, говорит дедушка. Лежит внук, 4 года отравился, предварительно ел сырки. После этого стало плохо, вот третий день сегодня в больнице. Состояние лучше стало, нормально. Вначале тяжелое было, даже стоять не было. Потом же сейчас получше. О причинах отравления на этот раз говорить пока рано, заявили врачи. Рассматриваются разные версии, и поэтому до выяснения всех причин отравления специалисты рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду. Абдурахим Белалавдагана, Руслан Салихов. Время новостей.